Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем эту визу для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать книгу судей Израилевых, читаем 16 главу в переводе российского библейского общества, и вот в этой 16 главе завершается история, может быть, одного из самых знаменитых судей Израилевых, история Самсона, человека, обладающего невероятной физической силой и жизнь свою, посвятившего борьбе с филистимлинами. В предыдущей, 15 главе, рассказывалась история противостояния Самсона и филистимлин. Самсон устраивал разные бедствия для филистимлин. Наконец, свои же иудеи выдали его филистимлинам, впрочем, он не возражал, и он порвал на себе веревки, победил огромное количество врагов. И вот как бы на этом закончилась предыдущая глава. Дальше 16 глава. Самсон пошел в Газу. Это север Израиля, там, где сейчас сектор Газа. Он пошел в Газу, там увидел продажную женщину и сошел к ней. Жители Газа узнали, что в город пришел Самсон. Они окружили то место, всю ночь подстерегали Самсону у городских ворот. Всю ночь они ждали, притаившись, и думали. Вот рассветет, и убьем его. Самсон полночи провел в постели. Полночь Самсон встал, ухватился он за городские ворота, за их столбы, и вырвал ворот вместе с засовами. Взвалил он ворота на плечи и отнес на вершину горы, что напротив Хеврона. Вот удивительный текст, даже с такой вот чисто литературной точки зрения, я бы сказал. Потому что этот текст, составленный много-много веков тому назад, в совершенно другой культуре, уже здесь присутствуют литературные приемы, которые вот в европейской культуре появились только в новое время, когда одни события как бы отражаются в других, когда одни события являются прообразами, скажем по-библейски, других событий. Вот уже были достаточно непростые эпизоды в жизни Самсона, связанные с филистинскими женщинами. И вот здесь еще один такой эпизод. Он приходит в газу, видит там продажную женщину, входит к ней и попадает в смертельную опасность. Его хотят убить. Узнали филистин, что он в этом городе, что он один, что он в таком расслабленном состоянии, проводит ночь вот с этой женщиной. И, наверное, вот сейчас легко напасть на него в раскох, убить. Но он вырывает столбы, на которых держатся ворота города. Это опять такой вот эпизод, показывающий невероятную физическую силу. Там вообще-то должен быть какой-то таран, чтобы эти ворота сломать. Но вот он голыми руками ломает эти ворота, ломает столбы и уходит. И чуть дальше мы прочитаем про другую женщину и другие столбы. И вот все эти эпизоды, они как бы отражаются один в другом. Вот как бы даже с точки зрения литературы, это очень удивительный такой текст. Потом, вот следующий эпизод, Самсон влюбился в женщину, которая жила в долине Сорек. Звали ее Далила. Филистимские правители пришли к Далиле и сказали ей, «Попробуй-ка обхитрить его, узнай, в чем секрет его великой силы. Как нам одолеть его, как связать его и справиться с ним? А мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый». Вот он полюбил еще одну девушку, опять филистимлинку. Вот стал с ней жить. И филистимлине, которые очень обеспокоены тем, что такой вот страшный враг все время где-то вокруг ходит, все время что-то устраивает, устраивает какие-то очень страшные для филистимлин вещи, то пожар, то драку, то тысячу филистимлин убивает, то ворота в городе сломал. И вот он живет с этой Далилой, и они спрашивают, «Ты рядом с ним, узнай, как его обхитрить, как его победить?» Ну, она это и делает. Да, а мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый. Это огромная сумма. Если это еще и на несколько умножить, не один правитель, а несколько правителей, какие-то представители филистимской элиты к ней пришли, и каждый им говорит, «Мы каждый дадим тебе по 1100 шекелей». Это примерно 12,5 килограмм серебра. Ну вот, например, стоимость раба составляла на тот момент примерно 30 шекелей, а тут 1100 шекелей еще умножить на несколько. То есть это целые деревни рабов можно купить на эти деньги. Ну, Далила польстилась и прямо так и спрашивает. Далила спросила у Самсона, «Скажи мне, в чем секрет твоей великой силы? Как тебя связать? Как справиться с тобой?» Он отвечал, «Если связать меня с семью сырыми, еще не вышившими жилами, я ослабею и стану как обычный человек». Самсон прекрасно понимает, что, хотя он и живет с этой девушкой, все равно это филистимлинка, все равно на нее оказывается влияние, и так просто вот выдавать свой секрет, в чем его сега, он не хочет. И вот он говорит такую, как бы, шутку или хитрость. «Филистимские правители принесли ей семь сырых, еще не вышивших жил, она связала Самсона, в комнате у нее устроили засаду. Самсон, за тобой пришли филистимлине, сказала ему Далила, и он разорвал эти жилы. Так рвется скрученный лен, которого костнулся огонь. Секрет его сила так и не был раскрыт». Вот опять этот образ льна, который, льняной ниточки, которая от огня мгновенно рвется. То его связывали крепкими веревками, и он их порвал, как горящий лен. Теперь его связали вот этими жилами. И тоже так же, вот как горящие льняные нитки, мгновенно распались эти жилы. «Ты меня обманул», — сказала Далила. Вообще, кто кого обманул? Она собиралась его предать. Засаду против него устроили, и связала его этими жилами. «Ты меня обманул», — тем не менее, — сказала Далила. «Ты мне неправду сказал». «Ну открой мне, чем тебя можно связать?» Он ответил. «Если связать меня новыми веревками, которые еще не были в работе, я ослабею, стану, как обычный человек». Ну, у него уже было такое в жизни. Связывали его новыми веревками, когда иудеи его выдавали филистимленным. Там как-то не помогло. Далила взяла новые веревки, связала его и сказала. «Самсон, за тобой перешли в филистимленнина. В комнате была устроена засада». Самсон разорвал веревки, как ниточки. Второй раз повторилась такая же история. «Ты все обманываешь меня», — сказала ему Далила. «Говоришь неправду». «Ну открой мне, чем тебе можно связать?» И он ответил. «Если ты вплетешь семь прядей моих волос в основу ткани на ткастском станке, подобьешь их деревянной спицей, я стану слабым, как обычный человек». Ну, имеется в виду, что его волосы, его косы... Он же не стриг свои волосы, как Назарей, как человек, давший такое обещание Богу. И знак этого обещания, он не прикасался к своим волосам, никогда их не стриг. Вот если эти длинные мои косы, ты как ниточки будешь использовать мои волосы, когда будешь плести пряжу, вот тогда я ослабею. Надо сказать, что это уже гораздо ближе к тому, что действительно ослабило Самсона, но еще не то. «Когда он уснул, Далила вплела семь прядей его волос в основу ткани на ткастском станке, подбила деревянной спицей и сказала, «Самсон, за тобой пришли филистимлянины». Он проснулся и вырвал ткацкую спицу вместе с Сосновой. Вот третий раз повторилась эта же история. Далила спрашивает его, «В чем твоя слабость? Как бы тебя можно схватить?» И каждый раз Самсон что-то отвечает, все ближе и ближе, подходя к настоящему ответу, к настоящей правде. И каждый раз филистимлянины действительно нападают на него, но терпят неудачу. «Говоришь, что любишь меня, а тайны свои мне не доверяешь», сказала Далила. «Ты уже три раза меня обманул, так и не открыл ты мне, в чем секрет твоей великой силы?» Что ни день, донимала она его такими просьбами и допекала. Устал он от этого до смерти и открыл ей свою тайну. «Я никогда не стриг своих волос», сказал Самсон. «С самого рождения я на заре и Божий. Если меня остричь, моя сила оставит меня. Я ослабею и стану, как обычный человек». Вот опять-таки этот древний текст наполнен таким удивительным психологизмом. Если бы это повествование было менее реалистично, если бы это повествование было более, скажем так, схематично, то, конечно, такого не могло бы произойти. Самсон прекрасно знает, что Далила и первый, и второй, и третий раз пыталась его предать. Но зачем ей говорить правду? И тем не менее, его отношение к этой женщине, то, что он ее все-таки любил, ее постоянные вопросы, которыми она его донимала, от которых он устал, вот привели к такому результату, что он себя повел непоследовательно, нерационально. И очень часто так в нашей жизни и бывает, что отношения между нами заставляют нас совершать какие-то поступки очень непрактичные, нерациональные. Тем более, когда речь идет об отношениях с противоположным полом, о любви, о привязанности. Она даже не жена, она любовница. И вот этот такой союз незаконный, он привел вот к таким последствиям. И вынуждает его выдавать какие-то свои самые сокровенные секреты. Если меня остричь, я потеряю свою силу. А почему? Много есть разных версий, почему сила Самсона была именно во волосах. Мне кажется, что речь здесь не о том, что волосы имели такую какую-то магическую силу, что вот именно в них вот какая-то энергия, как можно сказать, находилась. Конечно, нет. Он объясняет, почему он ослабеет, если ему остричь волосы. Потому что я на заре Божий. С самого рождения я на заре Божий. Никогда не стриг своих волос. Потому что сила Самсона в его уповании на Бога, в его молитве, в его верности Богу, в его обетах, обещаниях, которые он принес. И если он отступает от этих обещаний, вот в знак своей верности он никогда не стриг волос, в знак верности Богу. И если он соглашается, что этот обет будет попран, что это обещание будет нарушено, то и сила от него отступает. Он отвернулся от Бога, отвернулся от своих обещаний, отвернулся от своего как бы завета с Богом, личного завета с Богом. И сила его покинула. Не потому что волосы обладали магической силой, а потому что он отрекся, отступил от той основы, от того фундамента, от той обращенности к Богу, от своих обетований. Он предпочел связь с этой женщиной, чтобы не слышать от нее упреков, чтобы не слышать от нее вот этого ее донимания, ворчания. Предпочел исполнению своих обетов, своих обязательств перед Богом. Поняла Далила, что он открыл ей свою тайну. То есть она почувствовала каким-то женским чутьем, женским сердцем своим, она почувствовала, что и в этот раз Самсон сказал ей правду. И позвала филистимских правителей, не просто какую-то засаду воинов, а тех самых правителей, которые обещали ей по 1100 шекелей серебра. Позвала она филистимских правителей. Теперь приходите, передала она им. Он открыл мне свою тайну. Филистимские правители пришли к ней серебром. Не забыли они свое обещание. Для них так важно погубить Самсона, что принесли они свои шекели в таком колоссальном размере. Она усыпила Самсону у себя на коленях. Вот женская ласка, хитрость. Вот как бы ты мне сказал, в чем твоя слабость. Вот теперь полежи, убаюкала его очень нежно. И потом позвала человека. И тот остриг Самсона. Отрезал семь его прядей. Семь, конечно, символическое число. Это число полноты, совершенства. Вот семь кос, семь прядей Самсона были обрезаны. Он согласился, выдав эту тайну, он согласился на то, чтобы его обед был нарушен. И сила его оставила. Так впервые удалось ей справиться с Самсоном. Сила его оставила. «Самсон, за тобой пришли филистимлине», — сказала Далила. Четвертый раз он слышит эти слова. Самсон проснулся. «Вырвусь и на этот раз», — подумал он. «Выберусь». В многих других случаях Самсон молится Богу и говорит, «Господи, ты, ты, направь меня». Или вот предшественник Самсона, Гедеон, он даже часть воинов от своего войска отправлял по домам, потому что знал, что не своей силой, а силой Божьей только может одержать он победу. А Самсон это забыл. Он позволил, чтобы ему волосы отстригли. И вот, продолжая действовать в этом направлении, он не говорит, «Господи, не оставь меня, помоги мне выбраться из этого положения, в которое я попал. Дай мне силу победить моих врагов». Нет, он совершенно забыл про все это. Он говорит, «Выберусь сам, вырвусь и на этот раз». Не знал он, что Господь его оставил, ну, скорее, Он оставил Господа. И поэтому Божье благословение отступило от него, и сила его оставила. Филистимлине схватили Самсона, выкололи ему глаза, привезли его в газу, надели на него медные оковы. И там, в темнице, его заставили молоть зерно. Физическая сила в нем по-прежнему была, может быть, уже не такая совершенно сверхъестественная, но все равно была. И вот он где-то в темнице, на мельнице, слепой, таскает тяжелые камни, чтобы в жерновах молоть зерно. Волосы Самсона начали отрастать. Я думаю, что это тот же символ, что вот там, в этой своей беде, он стал вспоминать о Боге и каяться, и просить у Бога о том, чтобы вот его завет был восстановлен. Ну и чисто физически, вот его волосы, которые были знаком, символом его верности Богу, они стали отрастать. Прошло, видимо, некоторое время, и филистимские правители собрались, чтобы совершить большое жертвоприношение своему Богу, Дагону, и повеселиться. Они говорили, наш Бог в наши руки отдал Самсона, что с нами воевал. Ну, действительно, был такой культ этого Бога Дагона. Само имя Дагон связано со словом «зерно», то есть это был такой Бог плодородия. Филистимляне его почитали и в некоторых других книгах Библии, в других местах Священного Писания. Вот тоже это упоминается, что филистимляне его чтили. И вот они устроили праздник, видимо, очень многолюдный, с участием огромного количества людей. Такой вот праздник урожая, праздник плодородия. Языческий, конечно. Глядя на Самсона, народ прославлял своего Бога и говорил, наш Бог в наши руки отдал того, кто с нами воевал, кто нашу землю разорял и груды трупов оставлял. Бог плодородия, отвечающий за урожай, за зерно, в конце концов привел Самсона, как им казалось, в их руки. И вот Самсон занимается тем, что перемалывает это зерно. Развеселившись, филистимляне сказали, приведите Самсона, пусть он позабавит нас. И вот они вызвали Самсона из темницы и заставили его развлекать их. Самсона поставили между столбами дома. Он сказал своему поводырю, дай нащупать столбы, на которых держится дом, дай мне опереться на них. Он слепой, сам он ничего не видит. Ну вот, человек, который привел его на этот праздник, чтобы на него смотрели, издевались над ним, смеялись над ним, его поводырь помог ему опереться на столбы. Дом был полон мужчин и женщин. Там были все филистимские правители. И еще три тысячи человек собрались на крыше, ожидая, что Самсон будет забавлять их. Видимо, какое-то двухэтажное строение, нижний этаж, над ним плоская крыша, где тоже вот собралось огромное количество людей. И воззвал Самсон ко Господу. Господь Бог, вспомни обо мне. Теперь, Боже, дай мне силу. Я разом отомщу филистимленам за лобом моих глаза. Он уже не говорит, выберусь в этот раз, справлюсь сам. Его волосы начали отрастать, и он вспоминает о Боге. И вот в этот раз он не забыл, он молится Богу, Господи, ты дай мне силу. Он нащупал два серединных столба, на которых держался дом, уперся в них обеими руками, правой рукой в один столб, левый в другой. Пусть и я умру, вместе с филистимленами, воскликнул Самсон. Он изо всех сил налег на столбы, и дом обрушился. На филистимских правителей, на всех, кто там был. Самсон, умирая, убил еще больше врагов, чем при жизни. Вот так окончилась жизнь Самсона. Сначала он вошел к продажной женщине, попал в смертельную опасность и выломал столбы, на которых ворота города держались. А теперь он надолго вошел к женщине, которая стала его любовницей. В конце концов, она его предала. Он попал в темницу и другие столбы сломал. Столбы дома, где собралось большое количество филистимин, больше трех тысяч, а вся элита, как мы сказали, филистимская. И все они погибли таким образом. Братья Самсона вместе со всем его родом пришли и забрали тело Самсона. Они унесли его и похоронили между Цурой и Эштаогом в гробнице его отца Манауха. Самсон был вождем Израиля двадцать лет. Ну вот на этом заканчивается шестнадцатая глава книги Судей. Вместе с этой главой заканчивается и история Самсона. Вот что было дальше, мы прочитаем в наших следующих занятиях. А сегодня мы читали именно шестнадцатую главу в переводе Российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова